Собрал однажды океан все краски, таящиеся в его сумеречных глубинах, и выплеснул их на далёкий остров. У Цейлона есть ещё одно название — Ланка, блистательный, благословенный. Это действительно так. То, что в других местах можно увидеть лишь в оранжереях, ботанических садах и зоопарках, на Цейлоне — повседневность. КОНЕЦ КОНЕЦ Цейлонцы — древние мореходы. На таких лёгких и устойчивых лодках-катамаранах выходят рыбаки далеко в океан за его дарами. И кто знает, быть может, вот так однажды океан принёс острову дорогой подарок — кокосовый орех. КОНЕЦ КОНЕЦ Кокосовая пальма даёт людям еду. Из неё строят дома и лодки. Изготовляют хозяйственную утварь. КОНЕЦ Цейлон — это название пропитано тонким ароматом чая. КОНЕЦ Цейлон По каплям собираю здесь драгоценный латекс — будущий каучук. КОНЕЦ Цейлон — остров каменных святынь. Две тысячи лет назад на месте этих руин блистали золотом шпили храмов. В городе было одиннадцать тысяч каменных домов. Это было время расцвета Амурадхапура — первой столицы государства. В одиннадцатом веке была построена новая, ещё более красивая столица — Полонарува. КОНЕЦ Как утверждает Цейлонская хроника, в центре города стоял семиэтажный дворец. В нём было тысячи комнат. С тех времён остались высеченные из цельных скал скульптуры Будды. Здесь Цейлон представляется погружённым в покой, который буддизм проповедует как высшее совершенство. А совсем рядом беспокойный ритм сегодняшнего дня. Когда строился шинный завод, самым популярным словом здесь было русское «давай». А под первый камень фундамента металлургического завода был заложен на счастье советский гривенник. Изменился ритм жизни сегодняшней столицы Цейлона — Коломбо. КОНЕЦ 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 Жарко. К полудню все так раскаляется, что, кажется, краски вот-вот начнут плавиться. Остров вечного лета. Покидай его, мы говорим, до свидания. По-сингальски это звучит «энова». В буквальном переводе «я вернулся». Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.